дамы привет ходила я ходил замерзла ужасно нашла в магазин банан репаблики я когда-то вам из него снимала но это банан репаблик не магазин это аутлет и в нем совершенно точно я знаю что если есть магазины в которые аутлеты куда отправляют вещи не распроданы в магазине то банан репаблик аутлет это магазин для которого шьют специально более низкого качества товара более дешевые и такие попросту что я так замерзла меня ждут сих пор красный этом ходила снимал эти витрины и у меня руки голые в общем наутс холм довольно я вообще сегодня не в лучшем виде так что девушки не судите строго я немножечко подкрасилась но без фанатизма выскочила из дома в общем почти шума тюре короче значит заскочила я в банан репаблик и конечно же тут нахватало всяких платьев такой красивый свитер у меня все сегодня в таких малиновых тонах почти кроме вот этого вот блестящего платья который вполне подойдет для новогоднего так скажем аутфита вот видите ну вот написано банан репаблик но на самом деле это это аутлет аутлет где шьют вещи специально для него это я уже сказала да а сегодня я ну такая там не свитер сейчас сниму шут покажу ну так я сегодня могу не особенно модно не особенно элегантно но в общем как есть на самом деле я ходил там по этим магазинам вы видели я снимаю там гучи макс мара все вот это вот очень хотела зайти поснимать внутри если честно очканула меня из других магазинов из обычных выгоняют а уж там а уж тем более там ни одного человека нету то есть все внимание будет на меня можно в следующий раз когда я наберусь наглости и смелости блогерской так сказать наглости и смелости я пойду по максмарам и по саморанам потому что у нас вы знаете такая ситуация что если спрашиваешь то вам точно не разрешают вот у меня была ситуация что я ходила снимала снимала значит в одном магазине и я спросила можно ли снимать в одном отделе в обувном не сказали да а потом когда я продолжала снимать сумках меня спросили что я делаю я снимаю я уже так знаете была абсолютно уверена что можно потому что я спросила она мне говорит что для чего ты снимаешь я говорю для у меня есть канал на youtube в общем ну так что она будет не вот ты можешь снимать для себя а для сошел медиа ты снимать не имеешь права вот так если ты кто то что ты снимаешь на свой youtube то против тебя могут быть возбуждено уголовное дело я конечно страшно испугалась снимать перестала но видео конечно я выложил не буду говорить с какого магазина неважно была такая у меня история и потом я на самом деле в ютюбе нашла миллион видео из этого магазина который конечно снимает все и выкладывает на ютюб и где угодно но во всяком случае так они пугают что если вы выложите это в сошел медиа то против вас будет возбуждено уголовное дело так что делки будьте мне в тюрьму носить передачи в следующий раз короче все давайте будем примерять я вам покажу что я тут набирала значит у них магазине всего на все на все 50 процентов скидка все вот эти вот цены это все отнимите половину то есть если 120 долларов это 60 это тоже 60 платье это платье на селе за 95 значит это будет совсем то она будет стоить там еще у меня еще одно платье еще одна такая как кардиган и вот такой очень красивый цвет этому шарм малиновый свитер так первым делом мере свитер он знаете очень широкий это размер медиум очень большие очень но цвет очень красивый значит он стоит 60 долларов а на него 50 процентов это значит он будет 30 что достаточно дешево но у него значит состав акрил нейлон там по немножко катона немножко хлопка но в принципе какой то он очень широкий правда вот это вот девочки не смотрите а то что вот здесь вот сверху вот это вот на зеркале это просто зеркало так мыли и так хорошо помыли что остались вот такие вот разводы поэтому я все так как в тумане может и хорошо если не было накрашено поэтому быть в тумане немножко и цирки в общем вот такой свитер ну не нравится не рыбни нас 3 даже за тридцатку ну чё вот это платье кстати неплохое оно такое шелковистое и у него такая красивая выделка значит оно получается 95 пополам это будет около 50 у меня честно сказать есть таких платьев несколько такого похожего цвета так что я не знаю плотинника давать за что то что у меня уже есть как если кому у кого не было бы если у меня бы не было так может бы имело смысл вот так ну а ну приятно еще одно платье миленькое симпатичный неплохой опять же мне что-то много таких платьев я люблю такие платья поэтому я его потащила мерец ну страшно такая колючая синтетика значит он такой прозрачный вот этот вот чехолчик подкладка и она симпатичная ничего значит она стоит 120 долларов и сейчас будет получиться 50 процентов это 60 60 размер медиа вот сюда конечно нужен какой-то пояс потому что так без пояса не красиво ну это мой такой любимый фасон ну знаете что здесь качество я хочу сказать что вот это аутлет качество как хуже чем вечернем а цены два раза выше даже рукав как-то так не обработан просто так вот то есть он обработан но знаете здесь просится какой-то манжете какая-то резиночка чтобы она как-то так лучше выглядел хотя издали вот так зеркало на смотрится неплохо но по ощущениям она такая колючая противная синтетическая немножко стеклянная и вот так все так электризуется она так электризуется ужасно мне время все волосы дымом стоят от них от этих платьев когда примере ну в целом ничего ничего неплохо еще взяла с собой такой малиновый кардиган с карманами это кстати размер смол но я посмотрела что они такие большие я решила взять смол померить и вот не ошиблась значит он стоит долларов 90 значит где-то он будет стоить 45 ну тоже конечно акрил синтетика в общем целом такое романтическое платье такой кардиган я люблю такие вещи но качество так себе цены не маленькие так что нет 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 хотя выглядит неплохо все вместе даже вот с этими ботинками дамы тяжелая артиллерия платье на новый год ну что ничего платье на вот посмотрите какое оно такое бархатистое здесь нас стоит 110 и половина до 55 хочу за 55 долларов единственно что конечно здесь нужен пояс такой знаете вот не обращайте внимание на мои грустные колени я вижу здесь высокие сапоги можно даже ботфорты которые уйдут под него такой широкий брутальный пояс черный или коричневый полный тоже размер медиум что мне нравится что мы не очень короткая как бы в меру короткая немножко толстит меня вот как-то вот этот здесь нападка здесь как бы сборочка делать из меня такой тетю начальник маленько если здесь поставить то есть поставить по-английски надеть широкий такой пояс знаете вот который сделает талию я к сожалению ничего собой нету показать вам мне кажется что мы представляете да если надеть сюда широкий пояс который подберет все вот это вот то она в принципе будет выглядеть совсем неплохо если черные колготки какие-то сапоги такие не эти ботинки конечно такие знаете высокие сапоги цвет мне нравится цвет такой красивый ну в общем с ним можно работать самая тяжелая артиллерия это платье золотое они как это большое найти можно было бы с ним наверно а что вы знаете что я вам скажу она тоже 60 баксов то есть она сейчас 120 а пополам будет 60 а я вам скажу что на одну ночь на новый год совсем неплохо ну и здесь такая булочка она именно во-первых здесь резинка у него говорим о ведре салата оливье торт наполеон и селедка под шумой еще у нас еще там будет картошечка нет картошки не будет наверно красная крабовый салат салат мимоза напишите мне рецепты напишите мне что вы будете готовить на новую девчонки да так вот резиночка под салат мимоза и под салат оливье и она такой кокетливо просвечивается тут опять же с хорошей обувью с красивым поясом красивыми украшениями по моему вполне все дорогие дамы на сегодня все до новых встреч в эфире надеюсь что вам понравилось и было интересно люблю целую пока пока вы а